Это что? Это вывалилось из рулетки? Всем привет, я Элли Ди, и сегодня будет уникальный эксперимент. Я разберу эти рулетки, и мы узнаем, что находится внутри рулеток. Поэтому смотрите этот ролик до конца. Джинк, на скорее, это тебе лакомство. Можно? Возьми, погрызи. А мы приступаем к нашему эксперименту. Передо мной две рулетки. Одна очень дешевая, она что-то стоила 50 рублей. Очень дешевая, самая, наверное, дешевая. А вторая, это хорошая рулетка. Это самая первая рулетка Джинкина. Я ей уже не пользуюсь, но она хорошо до сих пор функционирует. Ее тоже мы будем разбирать. То есть это рулетки из разных ценовых сегментов. Совершенно. Сразу скажу, что это реально плохая рулетка. Я ее купила чисто для эксперимента. И когда вышел на моем канале ролик о самых дешевых покупках для собаки, очень многие писали мне, что данная рулетка у них сломалась буквально на второй день. Что у меня еще здесь есть? Еще у меня здесь есть инструменты, с помощью которых я буду это все дело открывать. Очень любопытно и интересно. Ну что, приступим? Но мы не знаем, что находится внутри самих этих рулеток, так что сейчас будем их открывать. Начнем вот с этой рулетки. У меня есть отвертка. Болтик такой, знаете, самый настоящий железный болтик. Так, отлично. Здесь он всего один, поэтому я думаю, уже можно попробовать открыть корпус этой рулетки. Вы знаете, все не так-то просто. На самом деле чувствуется такое качество. Пластик достаточно плотный, такой прочный. И не так-то все и просто, но я должна это сделать ради нашего эксперимента. Ну же. Я ее с трудом открыла. О! Все. Ух ты! Вы только посмотрите, здесь механизм, который прямо маслом смазан. Вот почему эти рулетки не издают никаких звуков, потому что все промазано, аккуратненько сделано. Вот это, кстати, пыль. Это, наверное, говорит о том, что я эту рулетку использовала больше года. Так что вот такой механизм. Посмотрите, как он работает. Я тяну за трос, и он начинает раскручиваться. Так как он смазан маслом, он совершенно не издает никаких звуков. Очень здорово. А вот эта кнопка, это тормозная система. Как раз-таки, когда мы тянем трос и нажимаем на кнопку, она ее тормозит, так как есть вот такие вот уголки. Вот. Могу сказать, что рулетка выглядит достаточно надежно. Видно, что проделана какая-то работа над этой рулеткой. Реально есть хоть какой-то механизм. Интересно же, что будет в той. Кстати, в разобранном состоянии можно увидеть, какой толщины пластик. Вы представляете, достаточно толстый. Я не думала, что он такой плотный будет. Все детальки на месте, нет никаких сколов пластика. Еще бы, толщина, в принципе, достаточно хорошая. Интересно, что же в той рулетке. Давайте следующую рулетку. Попробую открыть. Где у нее болтики? Здесь два болтика. Как я вижу. Так, мне нужна другая насадка. Я уже разбираюсь. И начинаю крутить. Вот это от первой рулетки, а это от второй. Ну, вот это, конечно, потолще будет такой гвоздик. Ну, ладно, посмотрим, что нас ждет дальше. Отлично. Отлично. Сейчас мы попробуем эту конструкцию открыть. О, достаточно пор... Фу, господи, что это? Фу, это что? Это вывалилось из рулетки? Это что? Это прямо муха из Китая, что ли? Короче, я ее отодвину подальше. Короче, это полный ужас. Даже не знаю, как на это реагировать. Вот что-что. Но насекомых я точно здесь не ожидала. И посмотрим, что здесь. Здесь я вижу, что, во-первых, нет никаких, там, не знаю, железного какого-то центра, надежного колеса вращающегося. Просто пластик. И просто пластиковая катушка. Пластик на пластике. Вот так происходит вот это скрежетание таким образом. Неудивительно, конечно, что издает такие звуки. Так, что еще? Что у нас здесь с крышкой? Ого! Вот, смотрите, сколы. Вот скол. Вот, например, есть скол у пластика. Да. В общем-то, как-то это все выглядит не очень, на мой взгляд. Так, здесь есть кнопка. Тоже пружина, тоже есть здесь. Давайте откроем. Ну, в общем-то, все просто. Это, на самом деле, обычное колесико пластиковое, на который шнурок натянут. Такое ощущение, как будто от бельевой веревки. То есть трос так вот выглядит, на самом деле, не очень надежно и, ну, совсем не так, как у предыдущей рулетки. И просто это все дело находится в пластиковом вот таком вот корпусе с тормозной кнопкой. Здесь же вот сравните, пожалуйста, все совсем по-другому. Ой, а что она назад не собирается? Все, отработала, что ли? Если вам также нравятся эксперименты, как нам с Джинкой, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши идеи для экспериментов. Увидимся! Увидимся!